всем привет я штукенция в этом видео расскажу все для начинающих о программе blender blender это программа для создания таких вот симпатичных скульптур в принципе можно делать и множество всего другого но я ее буду использовать как программу для лепки создания скульптур поэтому вам тоже сегодня расскажу что нужно знать для новичка если только первый раз открываешь программу сейчас все объясню здесь можно создать несколько типов файлов general создает общий тип файла который подходит не только для создания такого 3d скульптурирования но и для всяких дополнительных задач есть 2d анимация есть создание видео и так далее но меня заинтересовало больше всего скульптурирование хотя почему-то многие преподаватели по этой программе начинают с general но я решила начать освоение программы со скульптуринга и сегодня покажу вот что нужно знать именно про этот модуль когда мы в него заходим я сейчас создам новый модуль вот эту картинку кстати я создала буквально только что где-то минут наверное за 10 у меня получилось вполне себе неплохое начало я считаю так что вас тоже все у тебя тоже все обязательно получится создаем новый файлик создаем скульптуру и мы видим вот такой шарик сбоку мы видим кисти так называемые кисти это вот такие кружочки на которых нарисованы разные там наросты или какие-то непонятные отрост я сейчас расскажу вообще что они делают чтобы было понятно но для начала покажу вообще весь интерфейс вот допустим мы нажимаем на какую-то кисточку и у нас сбоку справа появляется окошком которая показывает что с этой кисточкой можно делать ну то есть ее всякие настройки если мы в нее посмотрим здесь можно сглаживать движение много-много-много-много всего но нам что нужно нам нужно зайти вот в самую верхнюю настройку вот как только мы начинаем что-то скульптурировать заходим в самую верхнюю вот эти вот такие как гаечный ключик до самый верхний и прокручиваем самый самый низ и нам нужно обязательно поставить галочку которая называется дан тупо вот здесь вот почему это важно потому что когда мы хотим создавать такие прикольные скульптурки чтобы все было гладкое чтобы все эти инструменты работали максимально эффективно для скульптурирования ставим эту галочку все начинает хорошо работать хорошо сглаживаться здесь мы можем и этот эту же настройку развернуть и здесь есть разные настройки например если ты там тащишь с одной стороны вытаскиваешь какой-то усик он может делать второй усик симметрично это удобно для начинающих потому что если ты делаешь какую-то скульптуру вот тут которая скульптура я до этого показывал самом начале эта скульптура сделана вот в таком режиме когда ты вытягиваешь один усик и 2 делается симметрично это настраивается вот здесь называется вот где это вот симметрии вот мир и x вот короче если поставить мир и x как есть то все будет делаться симметрично если ты хочешь например тянуть один усик и чтобы второй усик не тянулся то нужно поставить там y например или z тогда будет по y или по z симметрия но вот базовая ставим x и все нормально работает но в принципе вот детализацию точно так же оставляем 12 пикселей и все можно начинать работать тут кучу других настроек я тоже новичок в этой программе поэтому для новичков этого не нужно мы будем сейчас самого начала все изучать и я буду постепенно погружаясь в 3d моделирование тоже с вами делиться всякими открытиями но пока для того чтобы базовое моделирование сделать нам этого достаточно дальше теперь нам нужно разобраться с кистями из манипуляции вот этим кружочком как двигать кружок значит теперь у нас есть поле центральное тут есть несколько важнейших функций первая функция это плюсик наводим на плюсик и можем двигать вниз или двигать вверх соответственно у нас наша модель будет приближаться и удаляться теперь еще из важного здесь есть 7 кручение то есть разный вид но пока у нас шарик мы не как бы разницы не заметим но по факту если мы крутим вот эти вот но за ось z или за ось x мы можем вот буквально с к с любой стороны посмотреть на нашу модель но сейчас не видно будет видно чуть чуть позже теперь про кисти собственно как вырезать ну как на как начать скульптурировать ну давай возьмем самую простую кисть которая сверху она так и называется дроу типа рисования и у этой кисти есть две основные настройки 1 радиус 2 сила сверху вот значит радиус 50 пикселей можно сделать побольше двигать есть горячие клавиши но можно и так двигать например давай возьмем пока не очень большой радиус просто посмотреть как это работает и силу поставим посильнее чтобы был сразу большой эффект виден и ну просто попробуем что-нибудь сделать проведем просто вот линию да что получается мы на нашем шарике сделали как бы на рост что-лим как бы линию до сделали теперь мы уже можем прокрутить смайлик такой даже получился какой-то вот мы сделали улыбочку такую и можем теперь даже глазки сделать а поскольку у нас есть симметрия если мы будем нарисовать один глазик то второй глазик нарисуется автоматически вот у нас получился такой симпатичный смайлик уже прямо сейчас за три секунды и теперь мы можем посмотреть как это скульптура выглядит со всех сторон то есть мы сейчас крутим обзор вот и смотрим везде вот такой симпатичный замечательный смайлик и мы уже можем его отдалить и приблизить в чем фишка вот этих всех кистей каждая кисть она по-разному трансформирует полотно ну что нам нужно минимально давай попробуем сделать у этого смайлика шею ну то есть мы допустим человека хотим сделать какое-то животное для того чтобы сделать шею прокручиваем вниз здесь есть такой прикольный инструмент называется snake hook то есть хвост змеи нажимаем на него и у него видно у него прям такая торчит как такая штука в общем из него торчит и с помощью этого инструмента будем вытягивать шею немножко повернем на нашу модельку на нас день тут схватимся давай сделаем побольше радиус вот так ну не такой огромный не знаю такой средний какой-нибудь мы попробуем вытянуть шею значит схватываем где-то снизу вот и тянем вниз ну вот получилось у нас такая смайлик на палочке пути почти что мороженое теперь смотри что можно с этим сделать можно еще приду продолжить тянуть то есть можно там с этой стороны подойти и тут чего немножко подтянуть пошире сделать шею прям такое мороженое настоящее сделать но также можно этой штукой управлять давай вернемся обратно в наш первый инструмент и посмотрим вот что будет если например сверху это сверху этого смайликом даже давай другой конец возьмем для интереса ну допустим вот здесь еще такой инструмент крис крис это ну вырезание вот если первый инструмент дроу это мы как бы ну можно сказать вытягиваем да то есть у нас появляются объемные формы и мы рисуем на нашей форме мы создаем какую-то объемную структуру а если мы теперь внутрь хотим как бы вырезать кусочек изнутри мы берем наоборот есть крис давай его возьмем для для интереса и брови у нашего смайликом чтобы то есть мы их уже как бы не налепим сверху а вырежем сейчас понятно будет короче вот сделаем брови ну или даже не знаю давай брови так оп нет слабовато возьмем побольше силы вот максимальную силу вот так и делаем бровки вот такие получились брови то есть разница понятна первый инструмент он как бы сверху прилепляет а вот этот инструмент крис он внутрь вырезает то есть если нам нужно дырочку прорезать мы берем крис если нам нужно сверху налепить мы берем этот первый инструмент ну вот уже в объеме видно что это у нас теперь смайло такой бровастый получился вот теперь если я хочу немного подредактировать форму шеи там или что это будет нас мороженое не знаю что такое можно например взять инструмент ну давай обратно возьмем вот эту snake наша snake hook и вместо того чтобы тянуть шею да мы можем теперь как бы в плоскости приблизим немножко мы можем в плоскости немного и немножко радиус еще увеличим менять форму вот этой нашей штуки то есть мы можем такое взять и как бы стянуть вот например у так как-то покороче подлиннее сделать можем как-то подвигать эту штуку теперь есть еще прикольный инструмент с помощью которого можно делать классные точнее может этот инструмент знаем сейчас я покажу как можно делать прикольные всякие наросты типа волосы мы сделаем у нашего шарика еще волосы тоже нам понадобится snake hook то есть это вытягивание но опять же любые кисти работают по такому же принципу просто они немного по-разному разные всякие штучки делать но вот сейчас покажу как можно сделать волосы делаем маленький радиус как бы не самый маленький но такой вот и начинаем вытягивать сверху из головы оп такие рожки раз вот такие у нас получились уже какие-то волосы даже чтобы волосы были подлиннее немножко увеличиваем радиус и у нас уже получится вот такие вот симпатичные рожки и можно у него еще такие усы сделать по краям оп получился симпатичный смайлик теперь допустим мы хотим сделать у него зрачки какой надо взять инструмент это так конечно тот который вырезает внутренности у нашего шарика то есть крис берем крис делаем его минимальным самый маленький и тыкаем в центре нашего зрачка тык 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 как будто мы каким-то инструментом вырезаем видишь и получились зрачки у нас теперь смайлик вполне зрячий можно там я не знаю что нибудь еще ему там подрисовать вот получается очень даже весело теперь мы можем посмотреть как наш смайлик выглядит со всех сторон получилось что сзади он такой какой-то странный а спереди вот он такой смешной смайлик даже с волосами теперь чтобы еще показать один инструмент тоже для новичков помогает очень такой универсальный это инструмент кстати еще очень интересные сейчас я покажу здесь есть такой инструмент давай на примере допустим я крисом что-то здесь вот такое вырежу и что-то вот мне хочется обратно заполнить то есть вернуть все как было я беру инструмент inflate inflate это наращивание объема видишь мы тут как бы объем убрали вот с этой части в этой части теперь я могу взять inflate такой шаричек побольше сделаем радиус и силы побольше у него тоже и смотри что будет происходить вот у меня наращивается такой объем короче могу взять здесь еще нарастить целую целый какой-то круг сзади смотри что получилось вот это называется inflate это наращивание шарообразных форм ну и раз уж мы нарастили такую симпатичную какую-то штуку давай на ней покажу еще один инструмент который называется а вот этот хороший мне нравится тоже интересные все интересно ну давай вот этот например layer поменьше сделаем радиус и с помощью layer смотри что можно сделать об делать такую ну как слои в общем вот можно куда текстурку создавать и прикольные слои еще сделаем слоев тут чтобы было поинтереснее например вот так и получился у нас уже шарик не такой скучный видишь он а поскольку это все делается симметрично что тоже очень удобно нас уже шарик с какой-то ческой вышел и здесь сзади можно ему даже практически бантик подрисовать а чтобы подрисовать бантик куда идем так опять в хвост который вытаскивается уменьшаем радиус я просто хочу показать принцип как это все работ не давай новый инструмент пока покажу еще есть очень прикольный инструмент вот этот например давай попробуем оп 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 такая вот целый бантик нарисовали тоже такая форма объемная форма рисуется вот теперь мы можем здесь достать любой кусочек который нам надо вытянуть мы опять вытягиваем то есть несколько типа вытягивания желтенькие это вытягивание разных типов хвостиков снэйк вытягивать самый такой длинный хвостик он может еще двигаться вот эти маленькие вот например разница посмотри в чем разница вот этого хвостика от снэйка видишь хвостик такой ну как бы он он как рога получается он уже не хвостика рога вот я его максимально вытянула посмотри что получилось это я сравниваю snake hook и elastic deform вот смотри вот этот были первые усы это был snake hook можно вот такие усы делать а когда мы делаем elastic deform тоже по максимуму вытаскиваем получается сзади вот такие вот маленькие рожки вот эти задние а если мы вообще возьмем вот такую маленькую grab вот сейчас покажу в чем разница между grab давай сделаем grab рядышком с этими маленькими штучками вот где-нибудь тут так вот grab смотри что делать он создает такие как бы длинненькие ну как какие-то кастеты то есть если нужно нарисовать там два ножа например их уже не нарисуешь как-то иначе как какой-то вот нужно брать уже grab ну вот таким образом начинается творчество просто даже с помощью тех кистей которые я уже показала можно создать абсолютно сумасшедшие мороженое мороженое смайлик с кинжалами эту форму дальше чтобы ее сохранить не потерять нажимаем файл можно просто нажать сейф и он сохранится в формате этой программы или можно сделать экспорт в любой из форматов которые там просматривать 3d в следующих видео я расскажу всякие свои новые эксперименты но это самое главное что нужно знать и еще парочка таких фишечек уже можно сказать лайфхаков допустим смотри у нас вот эта вот штука получилась но ножка не очень гладкая как ее сгладить давай возьмем обратно snake hook и нажмем shift если мы будем нажимать shift то у нас все будет очень хорошо разглаживаться практически но это как типа смуз то есть любая кисть с шифтом скажу еще где-нибудь здесь например чтобы было заметно давай улыбку размажем я беру кисть и нажимаю shift и у нас разглаживается все а теперь я этой же кистью проведу точно также но без шифта видишь какая получается циркозябра это первая фишечка еще что полезного тут есть это изменение радиуса и силы с помощью горячих клавиш нужно посмотреть какие у тебя горячие клавиши обязательно посмотри запомни с помощью чего можно поменять радиус и силу чтобы все время так вот мышкой не тыкать это типа неудобно вот все на этом все сделай свою первую анимацию и расскажи в комментариях что самое забавное было в этом мороженом для тебя что тебе больше всего понравилось мне больше всего понравились вот эти вот кинжалы они такие прикольные или это даже как перья птиц я не знаю просто охренительные я влюбилась в этот инструмент что тебе понравилось больше всего какая часть этого мороженого напиши в комментариях и подписывайся на канал здесь будет больше уроков по блендеру пока